Приветствую вас. Ваш вопрос, он про, значит, разочарование и отчаяние. Ваш вопрос про то, как вам быть, но не совсем понятно, как быть, чтобы что. Вот вы говорите, что не хотите человека терять, но можно ли потерять человека, который, в принципе, никогда не был ваш? Можно ли потерять человека, если, допустим, человек это не вещь? И почему вы боитесь потерять человека? То есть, в прямом смысле этого слова, почему вы боитесь его потерять? Что это означало бы для вас, если вы его потеряли. В целом, ваше отчаяние, оно вполне понятно, потому что вы слишком идеализировали человека, вы слишком его, слишком вкладывались в него, я так думаю. Вот. И ваше разочарование, в общем-то, оно вполне закономерно. Я даже, наверное, скажу больше, что... Я скажу больше, я скажу, что... Вы хотели... Вы хотели бы... Вы хотели бы... разочароваться. Вам это для чего-то нужно. Потому что вы сами сформировали свою позицию, сами сформировали свое отношение к молодому человеку таким образом, что для него стало возможным то поведение, которое он... которое он... Которого он... Придерживается сейчас. Вот. А... И... Конечно, возникает вопрос, почему вы ведете себя вот так с человеком. Конечно, возникает вопрос, почему вы не цените себя, а... А если и... А если и... Сцените себя... То явно не... Достаточно, явно не в полной мере. Вот. Возникает вопрос, конечно, почему вы... А... Проявляете... А... Инициативу... А... 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 Ну, вы проявляете именно на постоянной основе инициативу, и при этом ждете, ожидаете, что человек будет вести себя с вами как-то по-другому. Как-то иначе вы ждете и ожидаете, что человек будет, вас ценичий, человек будет вами дрожить, вот. Не совсем понятно ваш расчет, да. Такое ощущение, что вы себя не цените, вы себя в полной мере не осознаете, вы себя в полной мере не принимаете, а вот хотите именно как-то за счет молодого человека что-то для себя получить. Да, мужчина вами откровенно пользуется, вот, мужчина вас откровенно использует. Делает он это исключительно, потому что вы позволяете ему, позволяете ему по той причине, что у вас, вероятно, имеет место быть занижена самооценка, вот. Либо вы боитесь остаться одна, либо вы пытаетесь что-то компенсировать за его счет, за его счет, вот. Но, так или иначе, проблема она в этом. Проблема она именно в том, как вы себя позиционируете по отношению к мужчине. Вот. Потому как, если бы вы позиционировали себя по отношению к мужчине по-другому, то и ситуация складывалась бы по-другому, вот. Так же, вы болезненно воспринимаете то, что вам хотят оплатить, да, то есть, вот почему-то вы это воспринимаете болезненно. Вот. Возможно, опять же, потому что вам хотелось бы какого-то, ну, более, может быть, ценностного отношения к тебе. Но, при этом, сами вы не делаете абсолютно ничего для того, чтобы оно, это ценностное отношение к вам было. А для этого нужно, в первую очередь, конечно, защищать свои интересы. Для этого, в первую очередь, нужно, конечно же, уважать себя, относиться к себе, ценностно, относиться к себе, как-то вот, трепетно относиться к себе, с уважением, вот, а вы этого не делаете. Вы этого не делаете, и, соответственно, ситуация для вас складывается крайне негативно. Вот. В этой ситуации, в которой вы оказались, вам имеет смысл отмолодоваться с человеком, отдалиться, вот, и больше времени уделять себе. Больше времени уделять себе, больше времени уделять своим желаниям, показать ему, что вы можете находиться без него, вот. Поработать со своей потребностной сферой, вот, для того, чтобы, значит, понять, ну, понять в большей, в лучшей степени, что вы хотите. Что вам нужно, все вынуждаетесь. И почему вы так обесценивающе относитесь к себе и к своей личности, вот. Потому что, ну, это совершенно очевидно, да, что отношение к себе у вас не очень хорошее. Вот. Что касается разочарования, да, то разочарование становится следствием, как правило, ничем не подкрепленных ожиданий. И, в вашем случае, ожидание, это то, что относится к мужчине, то есть, делая для него какие-то вещи, делая для него что-то, вы ожидали, что молодой человек, наверное, ответит вам. Ну, тем же, вот, но вы упустили из виду тот момент, что молодой человек изначально привык к такому вашему поведению. И он изначально думает, что все хорошо, что вас все устраивает, что вам все нравится, и его это устраивает тоже. И меняться он не собирается, потому что у него мотивов таких нет, ведь вы изначально брали на себя инициативу, а он выступал просто в качестве, в качестве, ну, в качестве приемника такого, да. Он выступал, вот, и его это вполне устраивает, поэтому, насколько, вот, именно насколько оправданы ваши ожидания по отношению к молодому человеку нужно разобраться. Что лежит в основе ваших ожиданий к нему, тоже необходимо разобраться, потому что в основе лежат ваши желания, которые вполне естественные и вполне нормальные, вот. Но, которые вы удовлетворяете не напрямую, а через мужчин, вот. По сути, весь ваш текст, да, весь ваш текст, он, это такая большая жалоба на молодого человека, и это очень жертвенное письмо, то есть вы отказываетесь принять личную ответственность за то, что с вами происходит, вот, вы отказываетесь принимать личную ответственность за это, и из-за этого страдает. Вот. Что касается отчаяния, то, как я и сказал, отчаяния возникает потому, что вы чересчур много в него вкладываете. Вот. По поводу того, что вам неприятно, вот, именно вот, есть вещи, которые вам неприятны, да, здесь очень важный момент, чем вам это неприятно и как вас это задевает. Движение в этом направлении, в исследовании того, почему вам неприятно то или иное, и как вас то или иное задевает, позволит вам понять, в какую сторону вам необходимо развиваться личностно, чтобы данные проблемы ушли. Нежелание терять молодого человека и желание сохранить отношения с ним также необходимо исследовать, потому что за этим кроются ваши потребности. потребности, опять же, потребности, на которые вы, к большому сожалению, не обращаете своего внимания, судя по тому, что вы пишете. Вот. Дальше. Значит, то, что вы говорите, значит, как вам быть, да, необходимо определиться с целями. То есть, вот, именно цели. Как быть, чтобы что? Это очень важно. Именно. Как быть, чтобы что? То есть, для начала нужно поработать с вашими желаниями. Гармонизировать ваше представление о, ну, о самой себе. Вот. Работать с личными границами и после этого уже определиться с целями. Вот. И в итоге устраивать отношения на более такой позитивной, на более независимой основе, в отличие от того, как вы это делаете сейчас. Вот. Такой вот ответ вы можете почитать про созависимость. Я думаю, что эта тема вам не будет чужда, потому как вы, ну, похоже, что вы находитесь в созависимых отношениях. Вот. И, соответственно, уже после этого можно будет заняться с вами психотерапией. Вот. Такой вот ответ. Я надеюсь, что это было вам полезно. Если понравился он мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. ДWA Д и ПО РАССК РАССКОР.